Ликвидация дефицита парковочных мест – одна из приоритетных задач в Московской области в текущем году. Указанные проблемы наиболее актуальны в больших городах, где ранее производилась застройка целых кварталов без учета машин и мест. В настоящее время общий дефицит машин и мест по Москве по данным муниципалитетов составляет порядка 280 тысяч машин и мест, которые находятся в 552 очагах дефицита. В текущем году органы местного самоуправления запланировали и заявили о готовности обустроить 72 тысячи машин и мест. Из них вдоль дорог 12 тысяч и в дворах 60 тысяч машин и мест. С участием субсидий в Московской области предполагается обустроить более чем 13 тысяч машин и мест. Если брать в целом территорию нашего города, территорию поселков и вообще территорию многоквартирной застройки, у нас с парковками все не так плохо. В большом счете у нас по нормативу район обеспечен парковочными местами. И не важно, где это парковки – в городе, в поселке или в сельском поселении, но многоквартирный жилой сектор, тем более сейчас главы очень серьезно этим занимаются, благостроительными работами, организациями парковочных мест и серьезно подтянулись по этому показателю к городу. Но тем не менее у нас есть очаги напряженности, это пристанционные площади в основном. Мы сами это видим и в городе, в любом поселке, там где есть станция, там серьезное напряжение с парковочными местами. В программе по ликвидации дефицита парковочного пространства участвуют те парковки, которые образуются впервые или восстанавливаются недействующие. Работы на первом этапе велись совместно с главами девяти самых крупных муниципальных образований, расположенных возле МКАД. Только в этих девяти муниципалитетах, к числу которых относятся Болошинка, Люго, Циреутов, Красногорск, Химки, Абинцова, Благопрудный, Королев и Матищи, дефицит парковок составляет более чем 85 тысяч машин и мест. В этих муниципалитетах предполагается обустроить более чем 26 тысяч машин и мест только в текущем году. Все муниципалитеты до конца мая должны определить источник финансирования, до 10 июня подготовить аукционные документации и провести торги. На 15 июля запланирован старт строительных работ, которые должны завершиться не позднее октября текущего года. Мы запланировали более тысячи парковок новых оборудовать в районе. Это и в рамках проведения благоустроительных работ во дворах. У нас 40 дворов благоустройства предусмотрено в районе. Так и парковочные места, которые будут находиться вдоль дорог и отдельной стоящей парковки. Я думаю, что это еще дополнительно даст нам возможность всем, кто ездит на автомобилях, парковаться и не создавать проблем ни для пешеходов, ни для движения. Это очень хороший подспорь. Эту работу мы будем продолжать, несмотря на то, что фактически по цифрам вроде бы как мы обеспечены. Андрей Юрьевич, здесь еще одна проблема по газону, если говорить, и детским площадкам. Значит, здесь должны все-таки включиться управляющие компании. Большое количество покойных метров декоративного ограждения, он просто не позволит выкладывать машину на газон. Поэтому очень многие главы, очень многие управляющие компании пошли этим путем. Я хочу привести в Красногорск, где эта проблема таким образом будет решаться. То есть это тоже один из путей, потому что не всегда штрафы, но приносят и желают результаты. Сергей Григорьев, Марина Миткевич для программы «Городские вести».